В Покровске Хангаласского района в местности Бахаи нашли останки мамонта. В центральной Якутии это довольно редкое явление. Чаще ископаемые животные встречаются на крайнем севере. На данный момент можно уже с уверенностью говорить о том, что Покровский мамонт является довольно крупной научной находкой. Подробнее в материале наших корреспондентов. На берегу этого небольшого озера в Покровске местный житель, копая огород, случайно наткнулся на останки древнего животного, предположительно бивни степного мамонта. Из Якутска выехала бригада ученых, чтобы установить чьи это останки и его возраст. Хозяин при вспашке участка заметил, что фреза что-то задевает в этом месте. Куда же дело дошло до посадки, стало ясно, что это не что иное, как бивень мамонта. Егор сообщил о находке краеведам. Прокопий Наговицын, который не первый год занимается со школьниками археологическими раскопками, установил, что это мамонт и вызвал ученых. Уже очевидно, что это был взрослый самец мамонта, очень крупная особь, высотой, наверное, больше трех метров. То есть такая находка несет много научной информации и о самих размерах животного. Также будут отобраны пробы на радиоуглеродный анализ, который покажет нам реальный возраст этого животного. То есть сколько тысяч лет он жил назад. Возможно, мы найдем остатки и других животных, которые совместно обитали в период жизни мамонта. То есть, может, получим представление и в составе древней фауны. Длина бивней составляет 2 метра 66 сантиметров. Форма ей говорит о том, что это шерстистый мамонт, который был наиболее распространен на территории Якутии. Кроме бивней, найдены и другие кости. Мы сейчас докопались до плечевой кости. Уже обнаружена одна плечевая кость, это вторая плечевая кость. То есть, предположение о том, что здесь лежит целый скелет этого мамонта, уже получает весомое подтверждение. Значит, предстоит большая работа. Наверное, все лето здесь будем осторожно копать. Мамонт пролежал в земле как минимум десятки тысяч лет и является ценной находкой для науки. Саргыланы Лина Александр Ирков, НБК Сахах, Ангалаский Улус.